Ребятушки, всех приветствую! Сегодня вот давеча нашел материальчику на помойке, а это значит что у нас на повестке? Правильно, сегодня мы с вами сплетем муху, но не обычную, а вот такую рабочую, которую меня очень много раз выручало на рыбалке. И даже, казалось бы, в безнадежнейших случаях я всегда приходил с уволом. Но не будем, как говорится, тянуть кота за причинное место, а приступим уже непосредственно к ее созданию. Муха достаточно простая в использовании, да и сам материал такой вполне интересненький. Вот, теперь промотали немножко найденным материалом. Сейчас будем крепить оранжевую нить. Оранжевую нить у нас будет служить таким вот сегментом. И креплением нити. У меня должен быть Хвостик. Именно оранжевый. Все. Заматываем до конца. Ну, так сказать, формируем остатки тельца. Вот. Все. Аккуратненько так подматываем. Все. Помотали. Теперь. Теперь. Делаем сегментацию. Муха достаточно яркая получается. Интересная. И. В принципе, уловистая. Хариус всегда попадался на нее. Здесь мы перо закрепляем уже непосредственно у самого основания. Я делаю стандартно. Три промотки и все. Этого загруза хватает. Перо я так же. Закрепляю. Этой же самой оранжевой нитью. Такой, знаете, эффект мотылька получается. Эта муха, кстати, может быть как верховой, так и грузовой. А еще на эту муху мне попадался не только хариус, но и окушки. Елец. Елец. Елец так себе вел. Все. Вот эти бороздки пера. Ну, в принципе, можно ставить и так. Не критично. В принципе, все готово. Ну, на этом все. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всем отличных рыбалок. Несмотря на то, что вот у нас на горе уровень воды высокий. Причем достаточно очень высокий. Тем не менее, несмотря на это, желаю трофейных хорюзей, линков, щук и так далее. Всем пока. Продолжение следует.